Всем привет! С вами снова Придонки. У нас сегодня такая вот на обзоре необычная техника. Далее как вы уже прочитали в описании. Это Минск. Да, да, Минск. Это называется Кроха. С этой стороны не видно, но тут с другой стороны здесь осталось. Название. Это года выпуска 95-98. Мотор D8M выпускал Красный Октябрь. Была очень популярная техника. На ней сильно ездили. Сняли из производства не потому, что там что-то не устраивало или плохие технические характеристики. А сняли лишь только потому, что Красный Октябрь завод перестал работать. Перестал поставлять эти движки. Мощность 1,1. Ну тут по сути такая так называемая газулька. Ну поди что-то. Видите, вставили кусок трубы. Сделали из нее бак. Горловинка. И вот это вот нечто мощностью 1,1. Оно на ходу по сей день. Видите, переднее колесо специально сделано для него. То есть здесь из неродного есть кое-что. Ну вот основная печаль. Стекло неродное. Рассеиватель. Вот он в таком состоянии. А так он заводится. Я сейчас слышал, как он хлопает, как он работает. Ну вот он дошел до наших времен с мелким колхозом. Там кое-где проволочки, кое-где там непонятно что. Но все же он на ходу. Я вот не знаю, на него сесть, прокатиться что-то я побаиваюсь. Очень серьезный, очень лютый аппарат. И что самое главное, я о таких вообще аппаратах я даже не слышал. У него есть несколько модификаций. Это по-моему Кроха-1. Там еще есть название, там модели, там 1, там дропе 1, там что-то такое. Как всегда. Начинаешь рассказывать, половина информации с головы улетает, улетучивается. Тут есть вообще по нему технические характеристики, расход бензина, скорость. Но я особо не вникал. Ну какая у газольки скорость? Сами понимаете. Но вообще он, что самое интересное, на ходу. Можно садиться и ехать. Видите, да, на двигателе. Название. Ну, немножко колхоза, но это бывает. Возможно, тут проса не родные, возможно. Клещевые, так называемые, передние тормоза. Ну, по сути, клещевые, как на велосипеде. Ручка, газулька. Минская. Только вот я не знаю, здесь вообще сцепление должно быть заживым. То есть, чтобы он работал на холостых, ставить стопор. Ну, как на скультрах теперешних. Выжимаешь и положение отжата. Вот здесь этого я не наблюдаю. Наверное, ручку может потеряли, не знаю, короче. Ну, такой это аппарат. Я не знаю сейчас, что на нем попытаться проехаться. Боюсь, как бы не растрепал он меня вообще. Он дикий, вообще, дикий тунец. Я тут смотрю, тут на нем, видимо, не один человек помер своей смертью. Видите, тут следы, ну, всяких вот этих вот размазанных. Видите, очень-очень лютый какой-то аппарат. Мне бы такой лет 10 в 11, я, наверное, вообще тут был бы самым быстрым гонщиком. Ребят, сейчас Ирюха покажет, как на нем ехать. Вот, и мы посмотрим, потому что я на нем, меня он вообще не балакет. Ну, исполнишь корешок, давай. Вот, и мы посмотрим. Вот такой аппарат, ребят. Я на него залез, меня он вообще не тащит. Ну, примерно, какой-то Илюха. Ну, я боюсь его. Там, ну, с тормозами на пузо, так он, конечно, везет, что-то как-то, но слабовато. Вот он мчится, скорость дикая, пошел в резонанс, как бы не отстрепало. Ух ты, тормоза жесткие. Вот такой вот аппарат. Я смотрю, Илюха что-то не растрипало вообще. Глаза на выкате. Вот такая кроха, пацаны. Я на нем, ну, короче, побоялся. Точнее, я прокатился, но я понял, что он не едет, поэтому вот такие дела. Ну что, спасибо ребятам, спасибо магазину, спасибо Олегу за предоставленный аппарат. Я еще раз говорю, я прокатился, но слабовато мне тянет. Я сейчас, наверное, в восторге. Дикий аппарат, дикий тунец. Ну, Илюха вообще в моих глазах просто герой. Он сейчас шел на нем на взлет. Вот, уважение, спасибо. Всем пока. С вами был Илья Придонка.